Привет, ребят! С вами опять я, Полина Червова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих» с Полины Червовой. У меня сегодня отличное настроение, я надеюсь, что в конце видео у вас тоже будет отличное настроение, если вдруг оно у вас немножко плохое. Давайте сначала улыбнемся, зарядимся хорошей энергией и начнем учить английский. Вы готовы? Сегодня в этом видео я расскажу вам про слово over. Что такое слово over и как его правильно использовать? Что это? Предлог, прилагательное, наречие, существительное, может быть, приставка? И что с ним делать? Мне кажется, что все, все ученики без исключения не понимают, как его правильно использовать и постоянно мне задают эти вопросы, пишут или спрашивают на уроках или консультациях. Поэтому сегодня мы с вами закончим страдать от этого слова over и, наконец-то, с ним разберемся. Вы готовы? Тогда поехали! Слово over мы с вами можем использовать в нескольких значениях. Это может быть предлог, это может быть наречие, приставка, фразовый глагол или устойчивое выражение. И сегодня мы с вами поговорим про предлог over. Итак, предлог over, как правильно его использовать? Предлог over можно использовать в нескольких случаях. Первый, запоминаем, первый случай, когда один предмет мы кладем поверх другого и верхний предмет покрывает нижний, он касается его. Например, я могу сказать she wears a jacket over her dress. Она носит куртку поверх ее платья. Либо he put his hand over my shoulder. Он положил свою руку на мое плечо. То есть поверх чего-то. Окей? Запомнили? Второй случай использования предлога over. Когда у нас есть какое-то препятствие, и мы завершаем движение через это препятствие. Например, у нас есть забор, да? И есть Jack, который бежит. И тут ему нужно перебежать через этот забор или перепрыгнуть. Получается, что Jack jumped over the fence. Джек перепрыгнул через этот забор. Молодец, Jack, да? Классно прыгает. То есть в данном случае у нас было движение через какое-то препятствие. Поверх этого препятствия, да? Также мы можем использовать слово over, предлог over. Когда наша точка назначения находится через какое-то препятствие. Например, he lives over the river. Он живет через реку. То есть река – это наше препятствие. Например, тот, кто живет в Питере, знает, что у нас тут постоянно разводятся мосты, и ты можешь просто не успеть на мост. И у меня много раз такое было, что я ночью стояла и смотрела на свой дом, который с другой стороны реки. Получается, my house is over the river. И я не могу никак туда добраться, и мне нужно ждать 4 или 5 часов. Запомнили? Надеюсь, это был яркий пример. Третий случай использования предлога over – когда мы пересекаем какое-то пространство, в большинстве случаев по воздуху. Например, если вы летали на дальние расстояния, то вы видели, что всегда в самолете есть табло, в котором схематичный мультик показывает, где вы сейчас летите. То есть наш самолет пролетает над такими-то странами, или над такими-то океанами, или реками, и так далее. И всегда в этих предложениях используется слово over. Либо пилот может объявить по громкой связи, над какими странами или океанами мы сейчас летим. Например, our plane is flying over the Atlantic Ocean. Наш самолет летит над Атлантическим океаном. Четвертый случай использования предлога over – когда мы говорим о превышении количества, в том числе превышении количества лет. Звучит очень жутко. Давайте на пример. Например, over 100 000 people get an education at our university. Больше 100 000 людей получают образование в нашем университете. Получается, я сказала over 100 000 people – более от 100 000 человек. Заметили, да, как мы использовали сейчас over? Либо persons over 18 considerate as adults. Люди старше 18 считаются взрослыми. Adults – это взрослые люди. Давайте еще раз посмотрим. Persons over 18 – то есть люди выше, старше 18 лет. Еще пример. We have been living here over a year. Мы живем здесь больше года. Опять, я использовала over a year – больше года, превышение количества, то есть больше какого-то времени. Не сложно это, правда? Можно запомнить, я уверена. Отлично, ребят, мы с вами сегодня здорово поработали и узнали много нового. Давайте сейчас быстренько все повторим, чтобы у вас разложилось все по полочкам и вы ничего не забыли. Итак, первый случай использования предлога over. Когда мы кладем один предмет поверх другого, и верхний предмет у нас касается нижнего, покрывает его. Например, he wears a jacket over her dress. Она носит куртку поверх ее платья. Второй случай использования over – когда мы движемся через какое-то препятствие, да? Помните Джека, который прыгал через забор. Jack jumped over the fence. Следующий случай – когда мы летим, пересекаем какое-то пространство, да? Чаще всего по воздуху. Например, our plane is flying over the Atlantic Ocean. Наш самолет летит над Атлантикой. И четвертый случай использования over – когда мы превышаем какое-то количество, в том числе количество лет. Например, we have been living here over a year. Мы живем здесь больше года. Ребят, если вы хотите узнать продолжение и узнать еще другие случаи использования предлога over, то смело ставьте плюсик в комментариях или попросите меня, Полина, с ними еще одно видео, сними продолжение. Я с радостью это сделаю для вас. Я прощаюсь с вами и поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, добавляйте меня в друзья ВКонтакте, потому что у меня на страничке просто кладезь полезной информации по английскому языку. И все это совершенно бесплатно. Я буду рада видеть вас, друзья, ВКонтакте и на Facebook. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Хорошего вам дня. Улыбайтесь. Пусть у вас все будет круто. И до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok